Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с началом учебного года в Красном Университете. Я проректор по учебной работе, который вас записывал. Дальше вы тоже будете со мной взаимодействовать, так или иначе. Я просто хотел сказать пару слов по работе в системе дистанционного обучения, чтобы дальше не вызывало никаких вопросов постоянных. В системе будут отображаться расписания, там надо смотреть перед каждым занятием, может быть, какие-то изменения могут быть, потому что преподаватели болеют, меняется разное обстоятельство, там, как говорится, все будет отображено. Там же будут выкладываться вопросы, на которые вы должны будете отвечать. Есть две формы ответов. Отдельным файлом с использованием Word и прям непосредственно в систему дистанционного обучения. В системе дистанционного обучения, как правило, стоит ограничительно 120 слов. Это у нас, так сказать, выработанное годами. Система, не надо писать, что мало. Больше все равно никто вам делать не будет, поэтому вот как есть, так и есть. Старайтесь выкладываться в эти 120 слов. Кратко, сестра таланта. В декабре, в конце декабря будет зачет, он будет, опять же, в письменной форме. Один вопрос, на который вы должны будете ответить уже отдельным файлом. Я всегда пишу, как он должен быть оформлен. Если он оформлен не в соответствии с тем, как я пишу, файлы не принимаются, и жалобы по поводу этого тоже. Поэтому будьте внимательны, не так сложно написать в начале своего ответа фамилию, имя, отчество. И дальше продолжать отвечать. Это называется электронное рабство теперь, да? Ну, почти. Если у кого-то вопросы будут по СДО, пишите на почту КВФРА. Туда же, куда вы писали заявки на поступление. Стараемся ответить на ваши вопросы. Те, кто будет мне сейчас смотреть записи, там, онлайн, и кому, кто не получил логин и пароль от СДО, тоже пишите мне, там, видимо, какой-то сбой был у вас или у нас на почте, и до вас не дошли ваши логины и пароли. При регистрации в системе дистанционного обучения. Все. Пожалуйста, удачи вам. Успехов в обучении. Слово предоставляет. Может, вопросы есть какие-то? Есть вопросы. Вопросы есть про ректору по учебной работе? Я предоставляю слово Марату Сергеевичу, про ректору по второму отделению. Он хочет сделать объявление. Пожалуйста. Ну, из присутствующих, знаете, 10-го числа здесь же будет второе занятие. Не 11-го, а 10-го во вторник. А после 10-го уже следующее занятие будет по средам. И в другом месте? В другом месте, да. Хорошо звучит. А вы скажете, в каком месте? Хорошо. Хорошо? Во вторник скажем. Может, не путать, лучше во вторник скажем. Нужно во вторник сказать, в каком месте. Хорошо. Здравствуйте, товарищи. У меня достаточно короткое сообщение, тоже по большей части организационное. Вы поступили на первое отделение Красного университета. Первому отделению уже, по-моему, больше 12-ти лет. Сейчас идет 13-й. 13-й, да. Да, 13-й, любимое число ракетчиков. И вот получается так, что я учился в ВУЗе, связанном с ракетами, в каком-то смысле слова. И на 13-й год открылось второе отделение Красного университета. Его принципиальное отличие от первого состоит в том, что сначала нужно пройти первое отделение, а потом уже можно учиться на втором. Ну, это понятная логика. Но, с другой стороны, мы подумали, что если есть такие крутые ребята, которые могут сразу учиться параллельно, что бы им не предоставить такую возможность? И поэтому я сегодня как раз об этом и говорю. То есть, если вы видите в себе возможность учиться сразу параллельно на двух отделениях, пожалуйста, записывайтесь и во второе отделение. Запись не очень простая. Я тут приклеил три бумажки, наш компьютерный век, с адресом группы ВКонтакте. Просто вступите в эту группу. Там формат обучения очень похожий, но немножко отличается. Сейчас я об этом скажу. Чем отличается с точки зрения предмета? Ничем. Тоже изучается мархизм-ленинизм. Только более углубленным. Начало изучения – это курс, который называется «Научный социализм». Он начнется 13 октября в этом году уже. И для того, чтобы вам было проще ориентироваться, вот первые два занятия по вторникам сейчас, а потом они у вас будут по средам. А во втором отделении – по пятницам. То есть они никогда не пересекутся по этой причине. Это сделано для того, чтобы люди, которые учатся параллельно, чтобы упростить жизнь, а не усложнить. Ну и с другой стороны тоже логистика упрощается. После того, как освоен научный социализм, будет диамат и смат, а после этого – политэкономия. Почему в такой последовательности? Потому что в такой последовательности делаются учебные пособия. Сейчас сделано учебное пособие, которое называется «Научный социализм», которое народ давно ждет. Кто-то назвал это книгой, кто-то учебником. Но это именно учебное пособие. Но оно при этом достаточно толстое, на 744 страницы. Почему и тяжело будет учиться. О том, что оно из себя представляет, мы будем говорить на первом занятии с Михаилом Васильевичем 13 октября. Занятие будет точно так же и оффлайн, и транслироваться в онлайн. Отличие только в том, что если по средам первое отделение транслирует Ленру, то по пятницам второе отделение Академия Смыслов. То есть канал вы тоже легко найдете по ссылке без проблем. Если будете в этой группе, то там поставите галочку, получите оповещение и увидите ссылку и анонс очередного занятия. Занятия будут проходить раз в две недели. Всего порядка 14 глав, значит порядка 14 занятий. И тоже где-то к лету мы закончим научный социализм. Вот такие организационные моменты. Теперь в чем отличие? Отличие в том, что второе отделение предназначено для того, чтобы готовить грамотных пропагандистов. То есть если на первом отделении вы разбираетесь с Сосновой, перестаете косячить в основном, то второе отделение дает вам более глубокое понимание марксизма-ленинизма, и благодаря этому вы можете быть более грамотным пропагандистом. Потому что пропагандист это не тот, кто сеет в зале пшеницу, а тот, кто распространяет знания. А знания лучше всего распространять в учебной форме. И значит человек, который их распространяет, он в каком-то смысле несет себе и учительские, и педагогические, и другие функции. Поэтому нужно достаточно глубоко разбираться в предмете. Вот. И поэтому основная задача второго отделения – подготовка таких пропагандистов. И по этой же причине контроль знаний там ведется в форме написания статей, в форме написания курсовой работы, которую вы сразу тему для работы выбираете в самом начале, на первом организационном собрании, и по чуть-чуть, потихонечку пишете весь год. Объем курсовой примерно 30 страниц, один печатный лист. Все требования в группе выложены, вы уже сейчас можете их посмотреть. Вот. Ну и никто вам не мешает просто набрать хороших статей объемом на 30 страниц, и потом собрать вместе хороший аналитический материал. И таким образом построить курсовую работу. То есть вы уже можете начать пробовать первую работу с пропагандистом, уже участь на втором отделении. Вот такая информация. Если есть пара вопросов, у меня еще есть лимит по времени, я могу ответить. Поскольку у Макарси нет вопросов, спасибо. А, я видел, что еще есть коллекция для корреспондентов, да? Да. Называется. Вот. А это не одно и то же? Нет. Это университет рабочих корреспондентов. Да, правильно. Университет рабочих корреспондентов, вот это самостоятельное учебное заведение фонда рабочая академия, которое отличается тем, что вот у нас сюда запись и, так сказать, занятия с постоянным коллективом в течение года, а теперь получится и в течение, может быть, и двух лет, учитывая второе отделение. Что касается университета рабочих корреспондентов, оно сделано так. Любой человек в Ленинграде, желающий послушать занятия по мархизму и ленизму, лекции, он приходит на Очаковское, дом 7, на четвертый этаж поднимается, он может послушать лекцию, задать вопросы, выступить, и тем самым он, так сказать, находится в таком положении, что вот мы не отделены, те люди, которые имеют знания в области марксизма от обычных, простых, трудящихся, вполне все доступны. Те, кто там выступает, они выступают и в Красном университете. Но вот там никаких заданий. Но, с другой стороны, там, если человек, так сказать, подал записку, ему ответят, а если он не подал, если он хочет выступить, он тоже должен подать записку. То есть там люди приучаются к тому, чтобы они грамотно участвовали в дискуссиях по тем вопросам, которые их волнуют, интересуют, с наличием специалистов. Президент фонда рабочей академии Галко Виктор Иванович ведет, приглашаются те люди, которые, в основном, те, которые работают преподавателями Красного университета. Но вот на других основах, и вдруг, так сказать, люди захотели, пришли, и не захотели, и не пришли. То есть мы никаких там ограничений вот такого рода. И занять, и никаких заданий не дается. То есть люди просто приходят, слушают, и, так сказать, собственно, это самая легкая форма, в которой могут, как говорится, участвовать все, и никому никаких ограничений нет. Чтобы никто не мог сказать, что в Ленинграде негде изучать марксизм или нет. То есть это что-то вроде открытого лектория? Да, открытого лектория. Пожалуйста, приходите, изучайте, задавайте вопросы, получайте ответы от квалифицированных людей, в том числе тех, кто ведет занятия в Красном университете. Да, еще вопрос. Все, спасибо, Михаил Васильевич. Тогда я должен вам еще кое-что рассказать, в связи с тем, что мы построили состав Красного университета, состав преподавателей, таким образом, что это были люди, которые признаются современной буржуазной наукой и современной буржуазной властью. Чтобы у нас никаких претензий, с той точки зрения, что неизвестно, кто, неизвестно, что преподает, чтобы таких вот явлений у нас не было. Поэтому, кто у нас является преподавателями? Преподавателями являются люди, которые получили кандидатские или докторские степени, или профессорские звания от того государства, которое есть, и которые признаны вот в настоящее время. У нас проблемы, может быть, в перспективе появятся, потому что сейчас очень сложно защититься и по любой проблематике, потому что рассыпаны вообще и советы по защите докторских и кандидатских, то есть там стянание в рамках университетов и институтов, опять будут возвращаться к пятилетнему, видимо, обучению, а теперь пятую часть преподавателей их разогнали, теперь надо их, так сказать, искать, если они остаются, и так далее. Ну, это вот уже другие проблемы. Но мы создавали Красный университет как очень устойчивое образование, которое может жить в тех условиях политических, экономических, которые есть. И оно поэтому спокойнее живет. Точно так же, как вот мы захотели, заказали вот здесь помещение, чтобы, так сказать, мы еще не знали, сколько там человек, но вот и первое, и второе занятие здесь, потом третье занятие будет проходить по адресу Васильевский остров у метро Веслеостровская, пятая линия, дом 42, комната 52. На ней, на этой комнате написано университет. Если вас будут спрашивать, куда вы идете, мы в университет, комнату 52. 520. 520. Да, 520. Спасибо большое за уточнение. То есть, у нас есть люди, которые слушают. Они так просто и знают. Комната 520. Да, так что, там будут постоянные занятия. У нас, традиционно, мы первые два занятия вот здесь проводим. Обычно в среду, тоже здесь в среду, но в данном случае здесь были вот эти среду заняты, поэтому мы вот здесь проводим. Теперь я хотел бы акцентировать внимание на том, что вот ученый совет рассматривал вопрос о втором отделении. У нас оно давно было записано. Уже, так сказать, прошло, видите, больше десяти лет. У нас везде записано второе отделение. И, так сказать, мы товарищей призывали, кто хочет писать статьи, направлять их к нам, нашим же преподавателям в Красный университет. Мы после этого их направляем на наши ресурсы. У нас есть, вот есть газета «Народная правда». 55 тысяч экземпляров на сегодняшний день. Ну, сейчас так вот сразу не видно, но на самом деле тут две газеты. Одна газета называется «Народная правда», а недавно зарегистрирована вторая газета, называется «Зарабочий класс». Она тоже российская. И вот, скажем, вот здесь на второй странице выходные данные газеты «Народная правда». У нее выходные данные такие, что место расположения Смольный, можете прочитать. А здесь, так сказать, это вот выходные данные газеты «Зарабочий класс». По закону, если в течение года один из экземпляров выпускается, то тем самым, так сказать, газета существует, ее не закрывает. Поэтому мы выпускаем раз примерно в два месяца газету «Народная правда», которая давно очень существует, с 91-го года. Ее первоначальный тираж был 200 тысяч экземпляров, 8 полос. Вот тут 4 полосы, а был 8 полос. И еженедельный выпуск 200 тысяч экземпляров. Редактором был главным, Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук, профессор, потом он был первым проректором Санкт-Петербургского государственного университета и мне передал. Я был известное количество времени, главным редактором довольно-таки долго, в том числе и в тот период, когда, так сказать, в ельцинское время мы выпустили два номера. Когда началась стрельба по Белому дому, мы выпустили один в одном номере такую статью, что «Подавим путь Ельцина», а в другом номере «Раздавить гадину». Ну, а я в это время находился в Москве и раздавал это в Думе. Так сказать, нашу газету ее очень активно и эффективно брали и, так сказать, тащили туда ее в президиум, оттуда отталкивали. «Да не надо, не тащите нам эти газеты». Нас газету восстановили на 40 дней в связи с чрезвычайным положением в Москве. Чрезвычайное положение, как вы помните, сводилось к тому, что из танков стреляли по главному демократическому учреждению, в уржавно-демократическом уже государстве, что является проявлением фашизма в точном определении. Открытая террористическая диктатура. Так что у нас вот время было, мы уже имели с этим дело, сами справились, поэтому у нас, к сожалению, было и такое. Ну вот, тем не менее, после этого мы снова начали упускать газету, у нас разрушили систему распространения, забрали где-то 60 тонн бумаги газетной, целый вагон. Ну, в конце концов, мы эти все беды преодолели, так сказать, продолжаем выпускать эту газету и газета. Мне приходилось, так сказать, и в суде защищать права газеты. Мы судились сначала с налоговой в районном суде в Дзержинском, где мы представили, что делает газета и что делает фонд рабочей академии, что вот мы учим, мы людей, тогда, когда некоторые спиваются и тут, так сказать, творят всякие безобразия, мы в это время учим, подготавливаем по собственному налаживанию порядка и развитию населения. Вот. А суд может или закрыть, или оставить. Судья выходит, говорит, я решил оставить. А потом был городской суд, где вот мы приходим, с утра там написано Министерство юстиции Российской Федерации против Российской газеты «Народная правда». Ну, мы выиграли этот суд, с одной стороны, потому что у нас, так сказать, был и толковый молодой парень, юрист, кроме меня выступал, хотя я тоже, так сказать, юриспруденцией в ладах, и у меня ученое звание профессор по кафедре экономики и права, которое выдано современным, так сказать, государством, и оно как в ходу, как вы понимаете, и оно не помешает. А налоговая заняла очень плохую позицию, она стала там в суде доказывать, что мы все равно закроем, скоро бы и без суда будем закрывать. А там трое в суде городском. Говорит, так, без суда? Да, без суда. Ну, хорошо. И они все убежали, и как сейчас делают, так сказать, через пять минут прибегают после совещания, говорит, отказать. И, так сказать, поэтому мы этот этап прошли, в том смысле, что мы, так сказать, прошли и городской суд, и выиграли, и в районном, и в городском суде, поэтому больше никто с нами судиться что-то не хочет. Это было уже давно, и я уже рассказываю, как это, какую-то древнюю историю. Так что на сегодняшний день тираж, вот вы можете посмотреть, 55 тысяч экземпляров, а распространяем мы очень просто, с пяти до семи у заводов, непосредственно у фабрики заводов. Каждый распространитель, это либо член партии, рабочей партии России, либо сочувствующий, имеет удостоверение, в котором записано, в частности, не только, кто он такой, что он является корреспондентом газеты, а еще написано, что воспрепятствия законной профессиональной деятельности журналистов преследуются по закону до двух лет лишения свободы. И когда, так сказать, ретивые охранники выбегают и говорят, а что вы тут расстаете, мы их, так сказать, информируем, что они могут подпасть под эту статью и, так сказать, отдохнуть в течение двух лет, в соответствующих их месте. Тем более, что, так сказать, все попытки там, а в охранных структурах много и полубандитов бывших, как вы понимаете, когда они обращаются уже к государственной организации, Росгвардия, мы с Росгвардией по нашей же инициативе встречались, им все показали, рассказали, они все в курсе дела, никаких конфликтов у нас по стране нету, а мы по всей стране распространяем эту газету, поэтому то, что я вот вам выдал, это, так сказать, ну, такое заслуженное издание, которое является действующим, работающим, и если вот прошлый номер был 50 тысяч экземпляров, то сейчас это уже 55 тысяч, а тираж мы определяем так, если у нас появляется еще раз исполнительные люди, которые встанут и пойдут к заводам и будут раздавать, не обязательно члены Рабочей партии России, любые, так сказать, товарищи, которые готовы в этом участвуют, мы еще увеличим, то есть нет у нас никаких в этом смысле проблем, вот, нам помогают трудящиеся, присылают средства, вот, и, так сказать, члены партии свои партийные вносы тратят на что? На это, на то, чтобы издавать газету, так сказать, чтобы это было для трудящихся средствам обучения, поэтому, можно сказать, что у нас есть обучение такое же, как в высшем учебном заведении, вот здесь, Красный университет, открытое такое, не такое, как вот здесь, больше похожее на учебное заведение, это университет рабочих корреспондентов, вот я в четверг буду читать там лекцию про ключевую ставку, и вести будет президент фонда рабочей академии Виктор Иванович Галко, я являюсь вице-президентом, хотя я вот до прошлого, до этого года был президентом, начиная с 1993 года, то есть довольно долго, ну вот сейчас есть товарищ, который, так сказать, вполне меня, так сказать, успешно заменил, а я являюсь его заместителем, вице-президентом, у нас есть другие вице-президенты, которые в этом участвуют, у нас есть, наш состав включает себя, во-первых, состав профессоров, это профессор, профессора Казенов Александр Сергеевич, это доктор, это Золотов Александр Владимирович, не только профессор, заведующий кафедрой Нижегородского государственного университета, кафедрой экономики Нижегородского государственного университета, это ректор, доктор экономических наук, ректор Невиномысского института экономики управления и права. Мазур Олег Анатольевич, они у нас будут читать по системе СДО, то есть, у нас там есть возможность лекции делать, на экране их вывести, вы будете вопросы задавать, как до любой лекции, и это будет обычное занятие, обычной лекцией. Я тоже являюсь доктором вилософских наук, кандидатом экономических наук, и буду читать лекции по диалектике. У нас есть специалист в области лекции, более молодой, значительно, чем я, Юрков Кирилл Валерьевич, кандидат технических наук, так сказать, который еще и разбирается в экономических вопросах и в технических вопросах, и в учитлительной технике, так сказать, в этих делах. Вот, и вопросом научного социализма занимается и товарищ Екатерев, кандидат медицинских наук, или, как вот сказали бы религиозники, в миру он заведующий медицинским отделением большой больницы городской, но это он в миру, а вот здесь он будет выступать и преподавать, и рассказывать нам по, так сказать, вопросам, связанным с научным социализмом. Ну, собственно говоря, и тот, кто здесь учится, тоже. У каждого есть, наверное, своя специальность, но надо понимать, что наличие специальности, это означает, так сказать, выделение вас в отдельную группу, и еще существуют проблемы в обществе. А как из этих отдельных групп, которые каждый знает очень хорошо свой предмет и плохо остальное, если тут мы поставим, то есть, одни пятерки с плюсом, а там тройки с минусом, везде по всем остальным, как из них составить единое общество? Для того, чтобы это сделать, существует вот такое средство, как вот такой университет, который у нас есть, с одной стороны, а с другой стороны существует и соответствующая наука, которая называется философия, с которой мы сегодня и начнем, и я сейчас начну лекцию, объявлю и начну эту лекцию, а в этом смысл философии, что нас соединяет, скрепляет всеобщество, потому что задача философии состоит не в том, чтобы что-то такое особое рассмотреть, а именно то, что, так сказать, является всеобщим для всего. Но это вот чуть-чуть попозже, а сейчас я хочу сказать, что у нас состоялся ученый совет, на ученом совете это рассматривалось вопрос о втором отделении, и, так сказать, мы посчитали, что мы должны не просто заниматься изготовлением учебных материалов, в том числе для зачета, для экзамена, или даже курсовую и так далее, или дипломную работу, а мы должны быть способны написать статью. Каждый, кто кончает наш университет по второму отделению, а для первого отделения такого требования не предъявляется, он должен уметь написать статью, довести ее до публикации, публикацию мы обеспечиваем либо в газете «Народная правда», либо в сборнике у нас каждый год проходит конференция на месте, где бывал Ленин, это в Ульяновке, вот она была 19 августа у нас, и будет 19-го или там ближайшие даты в следующем году, и там можно выступить, и потом ваша статья будет опубликована в сборнике, поэтому статьи, у нас ресурсов очень много, самых разных, поэтому и возможности публикации есть, поэтому кто напишет статью, это значит он выступает уже как кто, как публицист, а кто такой публицист? Ну вот Ленин, например, я его спрашиваю, какая у него специальность, он говорит, публицист, то есть он выступает перед народом, с теми, со своими произведениями, со своими статьями, с книгами и так далее, там у одного больше книг, у другого меньше книг, но значит у нас наш слушатель, который не просто закончил первое отделение и позанимался на втором отделении, главное его занятие самостоятельное, он должен так сказать разбираться в таких вопросах более глубоко, настолько глубоко, чтобы он написать по какому-то актуальному вопросу статью, по какому ему захочется написать, но он может посоветоваться естественно с преподавателями, может с формулировкой названия, может быть статьи, это дело обсуждения, но вообще, как вы понимаете, любые пропагандисты, они должны советоваться с наукой, поэтому не так, что вам кто-то будет указывать, что вот так и так, а так, как вы считаете нужным, так вы будете писать, так вы будете делать, поэтому написание статьи будет означать, что вы не учебный материал представили, который как будет в архиве Красного университета лежат, нет, чтобы это вот было напечатано в этой газете в такой, тиражом вот 55 тысяч экземпляров, или в каком-нибудь сборнике, или в журнале, и так далее, сейчас, кстати, я хочу сказать, как человек, который приобщен к нашей, так сказать, всякой науке, сейчас за очень небольшие деньги предлагают, видимо, убежавшие от нас в разные страны люди, предлагают напечатать статьи, и вы можете 3-4-5 страниц туда им отправить, и будет это опубликовано, и будет у вас материал там той или иной конференции, поэтому нет, такой проблемы не существует. Вот задача, которая уже стоит не общая наша, так сказать, задача университетская, она остается всеобщей, но она в то же время является персональной задачей, вот вы-то сидите, вы начали писать статью, а Ленин в вашем возрасте уже писал, а что вы не пишете статью, может вы и будете Ленин новый, а я уже не буду новый, вы видите, у нас с вами есть некоторое неравенство, причем в чьем пользу, в вашу, правильно, а вы что ждете, будете, чтобы выйти в таком возрасте, и тогда будете что-то писать, писать, поэтому вот как раз каждый возраст имеет свои положительные качества, вот у вас есть то положительное качество, что вы можете сделать то, что некоторые уже не успеют, я немало публикаций сделал, у меня вот 375 публикаций, в том числе много книг, но я думаю, что вопрос ведь не так решается, важно, мог ли человек выступать с литературными какими-то, с научными статьями, или произведениями, могу вам сразу сказать, что бывает, краткое научное сообщение, это 3-4 странички, бывает полпечатного листа, это примерно 11 страниц, ну 12 максимум, печатный лист, 24 страницы, не больше, если вы напишете больше, никто не возьмет, и вы будете с ним учиться, и хорошая будет статья, а никто читать не будет, и брать не будет, это вот литературные статьи, там два печатных листа, 48, это да, вы можете в журналы, если у вас есть писательские таланты, художественных слог, вы там можете публиковаться, а в научных изданиях никто вас и брать не будет, но, вы можете брошюру написать, вот вам кто не запрещает писать брошюру, никто не запрещает, напишите брошюру, 6 печатных листов, лист печатный, 24 страницы, кто написал не брошюру, а книгу, а книга, монография, ну это примерно 8 печатных листов, 8 и больше, а дальше до бесконечности, а дальше вы можете один том написать, второй том, три, хоть сколько томов, и пишите, Ленин вот написал 45 томов и еще 10 томов писем, это уже, так сказать, это не считается научными произведениями, они просто изданы, начиная с 46 по 55 том, и издание полное собрание сочинений Маркса и Энгельса, оно издано на языке оригинала, издается еще как-то, печатали его, готовили, и ФРГ, и ГДР, и у нас институт марксизма и ленинсма, и как-то так затихло это так, доведено оно до ума или нет, я даже и не знаю, ну, во всяком случае, у нас есть собрание сочинений Маркса и Энгельса, достаточно большое, чтобы человек не говорил, что он очень быстро его прочитал, так, так сказать, не получается, что очень быстро прочитать, хотя, с другой стороны, ну, я могу сказать, как человек, вот, я так понимаю, здесь собрались люди, не обществоведы, да, как правило, не историки, не философы, не экономисты, вот я к этому же числу принадлежу, в такой же мере, поскольку я закончил математико-механический факультет по специальности, сначала алгебра, а потом вычислительная математика, и с отличием, был рекомендован в аспирантуру, но пошел на экономический, закончил экономический, защитил кандидатскую по экономике, потом, вот я не учился ни одного дня на философском факультете, и не был ни аспирантом, ни кандидатом в философских наук, но сразу защитил докторскую диссертацию, сразу в том смысле, что без каких-то учеб, но с третьего захода я получал большинство, но не две трети, а надо две трети, за новые должно сразу проголосовать две трети, это, конечно, тут есть противоречие в этом, ну и в итоге я вот, являюсь доктором философских наук, а поскольку я преподавал политэкономию и на кафедре экономики и права, ученые звали у меня профессор по кафедре экономики и права, то есть я вот по всем буржуазным канонам, которые сейчас есть, со всех сторон окружен, обставил себя всякими разными регалиями, что совсем немаловажно, в том смысле, что если я вот, так сказать, вам кто-то что-то скажет, что у вас не то, а я вот скажу, не знаю, этот человек не разбирается, вот тот, который вам дал не то, а вот я, как специалист, считаю, что вы не правы, он прав и так далее, то есть у нас есть тем самым потенциал, я вам поэтому не случайно назвал, для того, чтобы мы не просто вам, дескать, вот вам публикуйте, дескать, а нам все равно, нам не все равно, мы не только публикуем, мы публикуем в своих изданиях, а свои издания мы защищаем, а чем мы защищаем, а все мы защищаем, потому что мы по законам нынешнего времени имеем соответствующий статус, поэтому это все существенно для занятий в университете, чтобы никто не думал, что мы вас куда-то толкаем, на какой-то риск, не знаю, я вот, я выступаю, везде совершенно открыто, выступал на учредительном съезде Компартии РСВСР, смысл выступления был в том, что перестройка этой контрреволюции, никто меня не есел, и никаких мер к себе я не чувствовал, и хочу сказать, что этого и не было, так что у нас в этом смысле особая какая-то ситуация в стране, когда у нас, ну у нас же капитализм после социализма, такой другой страны в мире нет, интересная ситуация, после социализма, и поэтому это все просвечивает, вот, например, поет человек и там Сверидова, и исполняет песню о комиссаре, я сегодня слушал по радио, молодой, там, 20 его лет, так что, вот это тоже не следует забывать, мы не все сначала начинаем, а мы, так сказать, продолжаем развиваемся, так сказать, движение идет противоречиво, могут быть откаты, могут быть движения назад, вперед, кто где сказал, что будет движение только вперед, вперед, вперед. Шаг вперед, шага назад. А? Ленин говорил, шаг вперед и два шага назад. Ну, это так получалось, а у нас даже два шага, может быть, назад. Но это не значит, что эти шаги назад, означает, что не пойдет потом движение вперед. Вот и все. То есть, надо к этому относиться так, что весь мир противоречив, мы должны уметь разрешать эти самые противоречия. Вот, поэтому, значит, сверхзадача второго отделения, чтобы вы, как бы, не подготовлены просто как пропагандиста, а вы на самом деле выступили как пропагандиста, это значит, что вы хотя бы одну статью должны опубликовать. Мы вам в этом мысли поможем. То есть, если вы приготовите ее, и она будет готова, то, сказать, мы ее направим в какое-то из наших изданий. Вот и все. Когда это будет сделано? Вот, когда это идет первый год, или это идет второй год вашего обучения. Это дело сугубо, личное. В том смысле, что вы это решаете, это не мы решаем. Мы просто создаем условия, вот уже у нас есть куратор второго отделения, Марат Сергеевич Удовиченко, он может вас, по вашей просьбе, так сказать, подключить к тем ресурсам, которые находятся в его распоряжении, то есть будут созданы какие-то специальные дополнительные еще пособия, которые помогут вам решить вот эту задачу. Но кто решать должен задачу? Решать должен эту задачу кто? Тот, кто учится. Ася означает себя. То есть не мы вас учим, а вы учитесь, а мы кто такие? А мы вот вспомогательный материал. Как вы понимаете, без вспомогательных, так сказать, таких элементов это трудно учиться. Поэтому, чтобы никто не говорил, что вот мы хотели, мы бы научились, мы бы выступили, мы бы показали, но нам никто не помогает. Вам помогают. Вот мы помощь этому сделали, у нас 13-й год, мы уже 12 лет помогаем. И до этого помогали только не в форме Красного университета, поэтому мы и помогали, и помогать будем. У нас есть и Творческий союз, вот вы уже слышали, что есть газета, которая издает рабочие партии. А есть вот ленинградское интернет-телевидение, которое не носит никакого партийного характера. Вот, пожалуйста, вот его представляет Диана, она у нас проректор, по общим вопросам, значит, она будет записывать, и не только, она будет представлять нас, записывать заседание Российского комитета рабочих. Она будет обеспечивать вот все то, что сегодня говорится, все будет на ленинградском интернет-телевидении выдано. А вот здесь руководитель нашего канала Фонда рабочей академии Чуленев Сергей Викторович, который глубоко знает историю, так сказать, от политического развития и собирает соответствующий материал, и который вот по этому каналу, который он записывает, вы будете смотреть на канале Фонда рабочей академии. То есть вот тот, кто учится в университете, он может и там, и там. И если вы выступать будете здесь на семинарских занятиях, например, а на семинарских какие-то выступления будут, или будете другие вещи делать, это будет у нас отражаться. Не так, что вы где-то подпольно собираетесь, совещаетесь. Нет, наоборот, есть вот такой способ. Не надо, так сказать, создавать трудности для тех, кто хочет поинтересоваться тем, чем мы занимаемся. У нас в них всё открыто, никаких трудностей нет, поэтому приписать нам то, что не было, и что мы что-то говорили, невозможно, потому что у нас это так будет издаваться. Вот это тоже очень важно несущественно, поэтому вот вы можете на это рассчитывать, и будете смотреть, кроме того, что у нас такие учебные вещи, вы будете смотреть Ленинградское интернет-телевидение, с одной стороны, его возглавляет Пронин, он считается ректором Красного университета. Пронин. А товарищ Дианова она весь опять про ректором. Вот за отделение второе отвечает Марат Сергеевич Удовиченко. И вот, так сказать, просим его любить и жаловать, и, так сказать, вы будете с ним взаимодействовать. А что касается учебной работы и в целом, товарищ Мордоин свое слово сказал и нас покинул, потому что он не покидает слушателей, потому что с ним и вы связывались и дальше будете связываться. Нам предстоит в декабре зачет, потом в мае экзамен. Некоторые недовольны, что мы не даем сильно много писать. Это связано с двумя обстоятельствами, потому что кратко сестра Аталанта, а во-вторых, мы не в состоянии проверить, если будут какие-то фолианты, а мы в состоянии по достаточно короткому документу определить, разобрался человек или не разобрался, потому что это люди, которые занимаются много лет этими делами. Вот то, что я вам должен сказать, как представитель ученого совета Красного университета и как человек, который долгое время был президентом фонда рабочей академии, я переизбран совсем недавно, теперь Виктор Иванович Вилкон, который, я думаю, еще лучше будет руководить фондом рабочей академии. Вот этот наш университет это соединение двух организаций фонда рабочей академии, Ленинградского интернет-телевидения, и вот у нас еще вот есть у Марата Сергеевича у него свой есть ресурс, который тоже используется. на этом ресурсе опубликовано обсуждение всех томов Ленина и всех томов Сталина, и другие очень важные материалы там опубликованы, и поэтому у нас, можно сказать, три организации. Плюс есть еще и рабочая партия России, которая смотрит за тем, чтобы все это взаимодействовало, так сказать, не рассыпалось, а соединялось с некой единой целой. Она существует с 1993 года, и тот, кто вам рассказывает, что вот коммунисты все разбежались, но те, кто разбежались, те и разбежались, а те, кто не разбежались, создали в 1991 году партию РКРП, потом в 1993 году она была преобразована в рабочую партию России, и с этого времени мы занимаемся организацией рабочего движения, ведем эти публикации всякого рода, и газеты, и все прочее. Теперь на этом я сканчиваю вот такую организационно-вступительную часть и начинаю свою лекцию, которая называется «Философия и проблема истины марксизма». Первый вопрос, который стоит у нас, это «А что вообще такое философия?» Ну, сначала берут люди как-то по словам или по слогам, начинают разбирать «Фила» это любовь, а «София» это мудрость, любовь к мудрости. Вот тут собрались люди, которые любят мудрость и будут любомудрствовать. Но это какое это определение? Это определение чисто филологическое. На самом деле, что изучает философия? Философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. Всеобщие. Что значит всеобщие? А то, что есть во всем. Не у кого-то, не где-то и не как-то, а во всем. А почему так важно изучать всеобщие законы? Потому что, если вот соберутся специалисты, а вот здесь собрались среди нас люди самых разных областей. Мы сейчас пока не объявляем, не переписываем, кто из какой области. В силу разделения труда находится, правильно? Но для того, чтобы они могли составлять единое общество и двигаться к единой цели, для этого надо, чтобы они все знали всеобщие законы природы, общества и мышления. Чтобы всеобщие законы природы знали не только природоведы, и чтобы законы общества тоже знали не только общество веды, а чтобы то всеобщее, что есть, знали бы все. И тогда у нас будет общество двигаться вперед и развиваться. И наоборот. Вот если у нас там был обвал после 22-го съезда КПСС, когда приняли новую программу, и люди, так сказать, слаженно работавшие в министерствах, в комитете цен, в госплане, они так раз и кусками рассыпались и развалились. Почему? Потому что у них вот этого как раз связующего, то, что является всеобщим, у них этого не было. И это недопустимо. Поэтому изучение философии является не таким моментом, который нас всех украшает, а, конечно, философия украшает любое действие произведения, а является таким моментом, который абсолютно необходим для того, чтобы общество представило собой некое единое целое. Это вот первое. Всеобщие законы философии изучают, всеобщие законы природы, общества и мышления. Некоторые товарищи, конечно, слышали уже, что вот учение о понятии говорится о всеобщем, особенном и единичном. Сразу скажу, не забегая далеко-далеко вперед, что вот если мы возьмем всеобщее с отрицанием, то будет особенное. Вот вы человек-человек, а вот сейчас вы человек в желтой одежде. Это значит, вы уже особенное, а не просто. Правильно? Но несмотря на то, что вы в желтой одежде, суть ваша не в том, что вы в желтой одежде, а в том, что вы думаете о проблемах, которые сейчас волнуют Россию. Я возвращаюсь. Второе отрицание. Оно у вас что делает? Возвращает вас к всеобщему, а в то же время оно делает вас единичным. Вот вы как единичное, и вы содержите в себе всеобщее, особенное и единичное одновременно. Не так раскладывается, что есть всеобщее, есть особенное, есть единичное, и все разложили. И вместо единого и живого целого получается мертвое, мертвичина. Вот чтобы мертвичины это и не было. И каждый выступает. Вы же человек, человек. Раз человек, так вы представитель всего человечества. Поэтому вы должны, ну вот я не вижу, так что-то вы склонили голову, выше головы, потому что вы представитель всего человечества. И будущего человечества. По сравнению со мной, вот вы там будете жить, а я уже буду на небесах. Как говорят представители уже других, не наук, а, так сказать, религиозных учений. Вот. Это очень важно. Философия. Теперь, значит, философия изучает всеобщее. Всеобщее. И надо видеть во всем всеобщее. И вот если люди будут знать всеобщее, у них будет этот общий язык. А если у них нет, то хотя они могут переводить там с русского на английский, с английского на японский, японского на китайский, но это должно быть всеобщее. То есть люди должны понимать, что есть всеобщее, что есть особенное, что есть единичное, и свободно этим владеть. Хотя это изучение можно, так сказать, сделать достаточно глубоким, если вы будете изучать науку логики Гегеля. Это произведение, вот мне приходилось участвовать в издании этого труда, двухтомник издан науке логики под моей редакцией. И там я вот выбросил все предисловия, какие там писали люди, которые деньги, наверное, получают за написание предисловий. Потому что их много очень всяких было предисловий, и довольно мутных. А поставил туда одну небольшую работу Ленина, последнюю философскую работу, которая называлась так – «О значении воинствующего материализма». Вот в этой работе Ленин и говорит, что тот, кто не будет знать диалектики, тот, кто нее не изучит, тот не сможет устоять перед натиском реакции и лжи. Ну, я могу, так сказать, вас или поздравить, или, так сказать, с прискорбием проинформировать, что мы представляем собой сейчас страну, которая не устояла, как Советский Союз не устояла перед натиском реакции и лжи. А что, как вы думаете, в Советском Союзе вот в 50-х годах изучали науку логики Гегеля? Нет. Как бы, ну чего ее изучать там, это всеобщее, там особенное, единичное, все эти законы философские и так далее. То есть, если вы будете наблюдать картину изучения, картина была такой. Я ее хорошо очень знаю, просто потому, что я вот переходил из математического факультета, из математико-механического на экономический, который был отдельно. А отдельно есть философский факультет, а отдельно есть еще и, так сказать, научный социализм, который взяли, выбросили и теперь назвали научным коммунизмом. Вы не найдете ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина такой ерунды, как научный коммунизм. Но по иронии, так сказать, судьбы, вот я получил свою докторскую по теории научного коммунизма. Можно сказать, последний причем доктор наук по этой науке. Ну, доктор философских наук. Поскольку я занимался противоречиями развития социализма, как первой фазы коммунизма. Вот, значит, первое, что мы должны усвоить, что философия изучает всеобщее, всеобщие законы движения, природу, общество, мышление. Теперь, какие виды движения мы знаем? Их очень легко перечислить. Первое движение – это движение механическое. Что для него характерно? Быть в этой точке и не быть в этой точке одновременно. Иногда мне приходится, товарищам, с которыми, вот я, так сказать, если еду на такси, и товарищ меня спрашивает, владитель, а вы чем занимаетесь? Да вот философия. А что это философия? Ну, вот вы, говорю, сейчас едете, вот вы эту точку проезжаете? Он говорит, да. Значит, вы в этой точке находитесь? Он говорит, да. Ну, раз вы в ней находитесь, вы не едете. Он говорит, как? Ну, так уж, находитесь в этой точке, значит, вы не едете. Хорошо, еще раз. Вы эту дочку проезжаете? Проезжает. Раз вы ее проезжаете, значит, вы в ней не находитесь. Потому что, если вы в ней только находитесь, то вы ее не проезжаете. Да. Сколько? Я, говорит, 12 лет, говорит, езжу, и никто мне в голову такой не приходил. Есть даже по этому поводу такие, можно сказать, смешные анекдоты, как приехал такой философ вроде меня в деревню. Я, например, в деревне родился, в селе Староклинской, Первого района Тамбовской области. Вот приехал философ в деревню, а его встречает дед и говорит, ты кто такой? Он говорит, я вот философ, а чем ты занимаешься? Диалектик. А что такое диалектик? Ну, дед, что ты хочешь? Это вот как выпускали. Что это такое? Он говорит, нет, но мы же грамотные люди. Мы вот, у нас есть и школа есть, и у нас и люди закончили, и у нас и дети наши в институтах обучались. А ты как грамотный человек должен нам это объяснить. А, ну хорошо, дед, у вас есть баня в деревне? Да, у нас есть баня. Ну, хорошо, вот идем мы с тобой в баню. Говорит, ты грязный, я чистый, кому мыться? Ну, дед говорит, что тут думать? Я грязный, мне надо мыться. Философ говорит. Ты же все равно грязный, что тебе мыться? А, я чистый. Мне чистоту поддерживать надо, мне надо мыться. Понял, дед? Дед говорит, какая у вас наука эта философия, эта диалектика мощная. Нет, дед, это не вся наука. Вот второй раз мы идем с тобой мыться. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Да, дед говорит, да понял я вашу эту философию, диалектику. Вот, ты чистый, так сказать, тебе чистоту поддерживать надо. Вот, а я все равно грязный. Дед, ты что мелешь? Ты посмотри, какой ты грязный. Тебе надо мыться, а мне-то что мыться? Я все равно чистый. Понял, дед? Понял, говорит. Это антитезис. Это не все, дед. Третий раз идем мы с тобой в баню. Кому мыться? Ну, тот, дед говорит, ничего не понимаю. Философ говорит, вот это и есть диалектика. Синтезис. Ничего не понимаю. То есть, в чем главная суть диалектики в том, что она рассматривает все в движении. А движение состоит в разрешении противоречий. А если это противоречие, значит, оно выражается двумя противоположными утверждениями. Противоположными. И, так сказать, если вы берете потом третье утверждение, то оно включает в себя и то, и другое. И первое, и второе. И в этом всеобщем есть и одно, и другое, как его моменты. Момент – это значит то, что у вас есть. Ну, вот он на меня смотрит, я живу или не живу. Ну, какая это жизнь? Я же умираю. Впрочем, я могу сказать, что и все тут, кто находится, умирают. Так что, тут только вопрос в том, кто раньше, а кто позже. Но можно и по-другому сказать. Раз мы живем, значит, не умираем. Вы же не умираете? Не будете говорить, что я вот пришел на лекции, вот начал умирать тут из-за вашей лекции? Не скажете. Значит, то есть, а вы равны самому себе? Нет. Да или нет? Да или нет. Вот, товарищ, правильно. Он хитрый, он уже знает эту философию. Потому что вы равны и неравны. Если вы только равны, то вы все, все, все кончилось у вас. То есть, нет уже никакого движения. Больше вы один раз вдохнули, а больше не надо вдыхать. Потому что, если вы второй раз вдохнете, вы уже неравны. Правильно? И выдыхать тоже не надо, потому что вы уже выдыхали. Все, хватит, закончилось, все. Я поэтому к вам и представил, что вы тут самый молодой. Поэтому, вот, если, скажем, математика, она исключает всякие, не рассматривает противоречия, не рассматривает. И физика, соответственно, не рассматривает, и химия не рассматривает. А на самом деле, все развитие, все развитие и все движение более высокое. Потому что развитие человека... Человек же тоже, так сказать, объект. Но он какой объект? Что изучает вообще общественные науки общества? Общества — это индивиды, которые соединены. Не просто отдельные индивиды. Это вот отдельно взятые индивиды. Это не человечество. Это просто единицы массовые. Куча людей. Толпа. Вот толпа — это отдельно взятые индивиды. А индивиды, производящие в обществе, то есть эти те, которые воспроизводят себя, они воспроизводят тех, то, что необходимо для их жизни, материальное благо, жилье над своей головой. Они знания воспроизводят и воспроизводят человечество, так сказать. Идет рождение новых людей и воспитание их. Вот вы сейчас занимаетесь своим обучением? Да. Да. Потому что кто сейчас? Вот те, кто сюда пришел. Он же пришел сюда заниматься, то есть себя обучать. Правильно? А мы кто такие, как преподаватели? А мы вспомогательные, здесь публика. То есть если вы будете заниматься, мы вам готовы помочь. А больше, так сказать, а что вы еще хотите? За вас, то ведь никто не будет заниматься. Вы понимаете, правильно? Только вы. Поэтому я вот снимаю из себя ответственность, как с представителя философского направления, которые у нас есть, и других преподавателей, я скажу, ну если вы не подготовились, и, так сказать, вот скажут, вот мы учились в Красном университете, ничему не научились. Ну вся, так вы себя ничему не научили. А у вас была возможность воспользоваться там знаниями преподавателей, формами, которые есть для проверки. Правильно вы понимаете или неправильно? Консультациями и так далее. Экзаменами. Экзамен-то для чего нужен? Он нам нужен или вам нужен? Вы же учитесь, но так он вам нужен, чтобы убедиться, что вы вот разобрались. Поэтому мы просим, так сказать, ну не надо такие трактаты. Напишите коротко, и будет нам сразу ясно, разобрались или нет. Я хочу сказать, что, в общем, занимаются люди, ну просто в Красный университет идут люди для того, чтобы самим заниматься и получать консультацию по тем вопросам, в которых недостаточно своих знаний. Вот или все. А одно это дело наживное, потому что все это можно получить в порядке подготовки. Значит, философия изучает разные формы движения. А движение в чем состоит? Какие бывают формы движения? Первая форма движения называется изменение. Вот изменяется. Вот вы же изменяетесь все время? Вот пока вы тут сидели. Очень сильно изменили. Не проголодались? Нет. Ну и все, что еще, если будем так долго сидеть, так и проголодаетесь. Изменение идет. А что значит изменение? Это значит, выражается каким образом? Значит, вы равны самому себе и самому себе не равны. Если вы только равны, это не изменение. Это у вас уже памятник. Вы из себя сделали, не рукоотворный. И все. Вот так вот застыли и есть. И все. Это никакое не изменение. Поэтому изменение означает, что вы равны самому себе, потому что это вы. Но вы же изменяетесь, значит, это не только вы. А вы становитесь другим. Правильно? Вот вы получаете первую форму изменения. Изменение в таком виде. Теперь в этом изменении разные моменты есть. Ничто переходит в бытие, это называется возникновение. А бытие переходит в ничто, это прихождение. Вот ваше незнание приходит, приходит, не приходит, а приходит, приходящее. А оно наполняется, поэтому сознание находится в процессе возникновения. Возникновение прихождений. Есть другая форма движения, когда у вас есть нечто, и это нечто изменяется. То есть, а что значит нечто изменяется? Оно равно самому себе, если оно изменяется? Ну, если мы о нем говорим, оно изменяется. Дом изменяется, машина изменяется, воздух изменяется. Все изменяется. Но если оно изменяется, оно равно или нет самому себе? Равно. Нет, не торопитесь. Не надо так вот. Не надо. Вот сначала давайте согласимся. Есть люди, которые утверждают, что оно не равно? Если оно изменяется. Вы не согласны? Ну, раз оно изменяется, так вы неправильно поставили ударение. Оно изменяется. Оно. Раз все равно, вот оно же. Так оно, вы же об оно говорите. А вы говорите, что оно не равно. Если оно не равно, так тогда не о чем говорить и нету никакого изменения. Потому что изменяться может только то, что равно самому себе. Вот вы изменяетесь только потому, что вы один и тот же человек. А если сначала вы, а потом я, то это не вы изменяетесь. И не я изменяюсь. Извините. Вот только потому, что вы равны, вы изменяетесь. Так, значит, вы равны самому себе, хотя вы и протестуете против этого. Вы не равны. Я иду навстречу вам. Да, вы не равны. Но не забудьте только, что вы равны. А почему это будет два разных? А потому что противоречие, через которое идет развитие изменений, иначе, как двумя противоположными высказываниями, вырастить нельзя. И мы к этому непривычны. Потому что мы привычны к математике, физике, технике и так далее. И учат нас тому, что вот оно есть. Хотя на самом деле я был поражен, когда я был в школе, и мы проходили практику на заводе 936-й, почтовый ящик. Там, где делают бомбосбрасыватели. И тогда это было видно там изнутри. И тогда я увидел, что никогда не бывает ничего там равного. Потому что или вот столько микрон перебрали, или столько микрон не добрали, когда изготавливают какие-то детали. Нету никогда. Всегда с какой-то точностью. Всегда все приближенное. Ничего там нет такого, что было абсолютно равно. Вы что-нибудь абсолютное равенство знаете? Или, может быть, будет абсолютное равенство всех людей. Вот такие все. Вот такой. Представьте, какой ужас будет. Все, как я, будут тут сидеть. Вот всех много вот таких сидеть. И всех вот абсолютно таких. или все как вы. Это будет лучше, конечно, будет более оптимистичная картина, но все равно это какая-то странная картина. Так, раз значит изменяется, значит равен самому себе и неравен самому себе. Это называется изменяющееся нечто. В этом изменяющемся нечто, как вы легко сможете обнаружить, если будете читать науку лойки, том 1, учение о бытии, есть равенство с собой и неравенство с собой. Равенство с собой называется в себе бытие. Вы в себе или не в себе? Ну в себе, значит равны самому себе, а когда вам будет не по себе, это значит что-то уже с вами плохо, это значит вы не равны самому себе. Вот такой веселый, спокойный, а тут вдруг занервничали, стали что-то непонятное говорить, доказывать, что вы это не вы и так далее. Вот это называется не в себе, то есть это бытие для иного. На философском. Не иное, потому что какое иное? Иное вот рядом с вами сидит, и я по отношению к вам иное, а вы в себе имеете равенство с собой и неравенство с собой. Вот равенство с собой называется ваше в себе бытие. И это тоже есть в языке, но говорят, вам не по себе? Вы в себе? Или на вас кто-то кричать будет на экзамене, допустим, сказать, что вы не выучили там вот это вот что-то? А вы скажете, вы в себе вообще? То есть вы равны себе или нет? Если равны, так не надо кричать. Они не равны. Тогда не занимайтесь этим делом, и этим преподаванием вы не должны заниматься такие люди. Вот второе изменение. А третье изменение. Слышали? Есть еще какое-нибудь изменение? Знаете, нет? А я знаю. Да знаете, просто вы не акцентируете это внимание. Вот развитие. Слышали такое слово? А что значит развитие? Вот что? Вы развиваетесь сейчас или нет? Или деградируете? Развиваю. А что это такое? А? Что это такое? Переход от... Вы сейчас в переходе где-то, да? Застряли? Может быть. Куда вы переходите-то? Ну... Куда? От чего? От чего? Они к другим знают. Вот к тому товарищу переходите? Очками меняться сейчас будете, что ли? Не понял. Что делаете-то вы? Ну так это что? Это же какое-то движение, да? Ну какое? Ну какое движение? Вы переходите. Куда вы переходите? Позитивное движение. А? Позитивное движение. Какое? Позитивное. Позитивное. А что вы? Не понятно. То есть если вы сейчас упадете, это позитивное движение? Получается. По-моему, это самое спокойное положение у вас будет. Часто вы можете... Вот со стула можно упасть с пола, уже невозможно упасть. Это позитивное движение. Я считаю, вот если вы сейчас ляжете, то это вам гарантирует, так сказать, полный покой. Вдруг пол провалится или кажется... А? Если пол провалится и окажется этажом ниже. Тогда у этажом ниже будет у вас спокой. С точки зрения механического движения все наоборот. Ведь, например, для покойника, у битро отличность, какого этажа вы его будете бросать, потому что он уже... Он изменяется вообще-то, покойник? Тоже изменяется. Вы же понимаете, что там долго нельзя держать. Надо похоронить вовремя, и все равно будет изменяться. А потом, когда достают, там вот череп и кости. Так что... Некоторые хотят ускорить, это называется кремация. Но вы не это имеете в виду, когда... Так вот, есть категория развития, это движение. Это все вы знаете. Это вот до того народ, можно сказать, запутали, что он такие простые вещи, но научно важные, он их, так сказать, не держит на контроле. Это развитие, это движение низшего к высшему, простого к сложному. Если я скажу движение от низшего к высшему, тогда, допустим, вот он вот вроде низший, сейчас только низший не понимается смысле науки, а просто вы ниже меня сидите, а я выше тут сижу, от низшего к высшему. А вы двигаетесь, вот идите сейчас от него ко мне, а потом от высшего к низшему пойдете. Это будет на понижение. Но на самом деле, речь-то об одном человеке. Человек совершает движение, изменение, развитие. Это изменение низшего к высшему. Не от низшего к высшему, а низшего к высшему. Переход к высшему. Вот это называется развитием. Вы за развитие выступаете или за деградацию? За развитие. Угу, хорошо. Видите, вот мы уже, смотрите, вот мы уже не с пустыми головами уйдем отсюда. То есть мы знаем уже сколько видов движения. Механическое движение, да? Вот. Теперь мы знаем движение, значит, что такое развитие и что такое изменение мы знаем. И что такое становление. Становление, изменение и развитие. Мало. Я считаю, для первого занятия, для занятий по диалектике, уже знать три такие категории, изменение. Становление, становление. Вы сейчас в становлении же находитесь, как человек, как гражданин России, как сознательный гражданин. А как развитое? В становлении находится. Это становление. Но это требует от вас же изменения определенных, да? Значит, вы изменяетесь. Но, наверное, вы изменяться будете не в сторону деградации, а наверх будете двигаться. То есть движение низшего к высшему. То есть вы развиваетесь. То есть по отношению к одному и тому же человеку, к любому здесь присутствующему, можно потребить все три понятия. И они все имеют смысл. Но люди, которые диалектики не изучают, это даже им в голову не приходит. И поэтому им трудно себя понять. Потому что есть и одна наука, есть другая наука. Третья. Вот они соберутся, и у них нет общего языка. Тогда остается только выпить. За развитие всех наук. Пожалуйста. Становление, изменение, развитие. Становление – это движение ничток, бытию. Изменение – это прихождение и возникновение. Это два момента становления. Становление. Это моменты становления. Это тоже движение. Но это не изменение. А специфическое название этого изменения – становление. А равно и неравно это к чему? Равно и неравно – это означает, это тут, когда равно или неравно, это вы когда берете любой предмет и объект. Он равен самому себе и неравен самому себе. Ну вот вы сейчас сидите на этом самом красном кресле. Представьте себе, что еще пройдет сто лет. Как вы думаете, будет это кресло здесь? Нет. Но оно же к этому идет или не идет? Каждый раз, когда на него кто-нибудь садится, оно идет к этому. Но через сто лет, так сказать, не будет свидетелей. Вас не будет, и меня не будет. Тут уже мы с вами равны. Равно и неравно, это относится и к становлению, и к изменению, и к развитию. Конечно, совершенно правильно. Равно и неравно относится и к становлению, и к изменению, и к развитию. Но что мы, когда мы говорим о становлении, это движение от ничто к бытию. Не было и стало, или было и не стало. Бытие от ничто. Если это изменение, от нечто к иному. Любое нечто к чему-то движется. Правильно? Вот и от нечто к иному. А когда мы говорим «употребляем развитие», то это обязательно движение, не любое изменение, а только такое, которое означает движение низшего к высшему, простого к сложному. Если вы изучаете, вот скажем, движение у нас, будем считать, что когда вы пришли сюда, то вы находитесь в становлении. То есть вы сели и слушаете, что они тут нам не наговорят. Вот они что-то наговорили, и вы уже в памяти имеете то, чего у вас в памяти не было. Это становление вы уже прошли. Всё с ним. Всё отлично. Теперь изменения. Изменились некоторые представления у вас о том, как описывать развитие? Изменились, правильно? Вот это тоже, так сказать, это изменение. А это изменение, значит, движение нечто к иному. Но вы-то иной, но вы-то остаётесь, хоть вы и стали совсем иным. Вот и скажут, я всё выучу и всё подготовлюсь, вы же будете всё равно. Иной человек, но человек же, это же самые ваши фамилии, имя, отчества все останутся. Так что это изменение. И, наконец, развитие, когда мы следим за тем, что просто вы становитесь движением низшего к высшему, простого к сложному. А если вы изменяетесь, что меньше и меньше знаете, или там сидите, водку пьёте, и всё меньше и меньше вы видите, или ваш язык уже, так сказать, начинает заплетаться. Это тоже изменение. Но это не подпадает под категорию развития, подпадает под категорию деградации. Обратное движение. У вас вопрос? Пожалуйста. Так, первое, это становление, это мы идём… Это не мы, это бытие в ничто превращается, а ничто в бытие. Не надо туда себя засовывать, нам не надо этого становления, чего мы там, мы про себя будем. Мы тоже, конечно, с вами в становлении. У меня вопрос в итоге будет о развитии. Развитии движения низшего к высшему. Да. Вот вы пришли сюда для чего? Чтобы стать, чтобы у вас в голове другое понимание было мира, более высокое? Или просто так пришли посмотреть, чем мы тут занимаемся? У вас какие-то цели? Вы положите куда следовать. Вы от какой организации присутствуете здесь? От всеобщего. От всеобщего. Вот, значит, вы хотите развить свой мозг, свой. Почему говорят, я учусь? То есть мы учим вас или вы сами учитесь? Ну, сами, конечно. Потому что я учусь. А мы что делаем? А мы костыли. Вам костыль нужен? Но не на все же время. Правильно? Ну, человек походит, походит на костылях. И потом уже будет ходить самостоятельно. В том числе и в плане познания умственных отношений. Правильно? Вот. С одной стороны, вы вот сейчас спрашиваете, как будто вы знаете, как человек, а как сюда шагнуть, как дойти? Но вы через некоторое время не будете это спрашивать, потому что вы это все знаете. А зачем тогда вам будет это объяснять? Это вы сами будете другим объяснять. Пропагандисты. Вот здесь уже Марат Сергеевич говорил, что ваша задача, вы должны не просто впитать в себя знания. Если вы их впитали, и это не в коня корм, то это не то, что мы считаем целью обучения. Цель обучения, что вы развились и можете передавать эти знания кому? Другим в этом отношении, менее развитым людям. Я правильно понимаю задачу? То есть вот это пропагандист. И неважно, где вы пропагандируете. Там, там или там. Письменно вы пропагандируете. По радио, по телевидению. Некоторые думают, что они могут выпустить их на телевидение, и они будут там пропагандировать. Ничего там вы не будете пропагандировать, потому что все будут смеяться. Потому что человек попал в такую ситуацию, он не знает, как ему говорить. То есть для того, чтобы человек свободно себя чувствовал, хоть на радио, хоть на телевидении, хоть в газетах, он должен представлять собой развитого человека, у которого есть это все в голове. Если у него есть в голове, то он может и выступать. А если вот я люблю выступать, только я не знаю, что сказать. Такие выскочки. Вот он выскочит, но увидит его, посмеется и больше его никуда не пустит. Почему? Потому что как ты его пустишь, он будет нести какую-то колесицу. Да. Получается, пропаганда работает, если люди, которые слушают, хотят развиваться? Да, конечно. А вы не можете развиваться, если вы человек, если вы не развиваете других людей. Если вы не можете других людей развиваться, то вы, значит, неразвитый. Я правильно понимаю? То есть если вы можете развивать только себя, ну купите себе собачку и еще ее развивайте. Потому что если вы ни одного человека не можете развить, ну тогда вы еще не вполне человек. Правильно? Ну как вот смысл человека? Человек же приходит в этот мир для того, чтобы на него повлиять. В какую сторону? В сторону ухудшения? В сторону изменений? Если я пропагандирую войну. А? Если я пропагандирую войну. Значит, вы как раз сторонник изменения в сторону уничтожения всего человечества. Если вы пропагандируете войну. Причем вы пропагандируете ее как абстрактную войну. Человек, который выступает как абстрактную войну, а в любой войне. Война знаете, что такое? Сказать вам? А вы, наверное, может и не скажете, что такое война. Скажите, пожалуйста, что такое война? Деградация. Подолжение политики. Тихо, тихо, тихо. Вот товарищ, он выступил, он пусть скажет. Я-то скажу вам, что такое война. А вы скажете, что такое война? Потому что уничтожение человечества. Здравствуйте. Вот победа в Великой Отечественной войне. Это победа в уничтожении человечества. По-моему, победа как раз означает сохранение человечества. Победа в Великой Отечественной войне. Причем в союзе социалистической страны с крупнейшими империалистическими державами. Англия и Соединенных Штатов Америки. Франция хоть сюда присоседилась, но она вообще почти не участвовала в войне. Она вот открыла все Гитлеру и заходите, пожалуйста, берите. Так что это определение не проходит ваше. Уничтожение человечества. Уничтожение человечества – это не война. Это геноцид. Согласны? С геноцидом, да. Ну вот. Нет, вы с геноцидом согласны. Так что такое? Кто-нибудь скажет, что такое война? О! Это вооруженная борьба класса. Ну, я бы сказал так. Это то, что вы сказали правильно, но не полно. Вот вы другой хотите сказать? Я полагаю, что это приобретение средств производства, другой нации или другую страну. Как? Что это? Привание ресурсов, скажем так. Что это такое? Приобретение средств производства. Приобретение средств производства. То есть, если я пошел и купил средства производства в Америке, значит, я с ней воюю. Понял. Вот хорошо. У нас давно идет война. У нас что такое мы не закупаем? Какие средства производства? Станки свои перестали производить? И самолетов перестали производить, которые должны, между прочим, переводить и грузы. Приобретение, завоевание. Или скорее… Что значит завоевание? Так если вы завоевание, значит, вы знаете, что такое война. Потому что если вы знаете, что такое война, тогда вы знаете, что такое завоевание. А если вы не знаете, что такое война, то вы не можете знать, что такое завоевание. Получается, незаконное приобретение. Так, я понял. Я понял, что все-таки… Вот в этом смысле я хочу сказать, что это не такие сложные вещи. Наоборот, человек, который изучает, он упрощает себе жизнь. Война это вооруженная борьба классов, наций или государств. Повторяю, вооруженная борьба классов, наций или государств. Если классов, это какая война? Ну вот, видите. А если нации? Национальные. Это может быть или национально-освободительный, или геноцид. Правильно? Так. И обычная война какая? Государство. Ну вот, государство воюет друг с другом. Или два против трёх, или три против четырёх и так далее. Вот и всё. Очень легко и просто. То есть, я думаю, что вот эти примеры, которые у нас тут присутствуют, они позволяют нам понять, что диалектика и философия нужны не для усложнения себе жизни, а для упрощения. И чтобы мы, так сказать, могли уж на такие-то вопросы отвечать. На такие простые вопросы, которые могут люди себе задавать. Иногда даже как-то странно, что человек не может ответить на такой вопрос. То есть, как бы статус человека, который прошёл Красный университет, должен быть таким, что он на такие вопросы запросто отвечает, и у него тут нет никакой задержки. Вот вы хотите развиваться живой? Идёте. Как у вас движение идёт в ходе развития? От чего к чему? От низшего к высшему. Вот. От низшего к высшему. А то пойдёт от высшего к низшему. Это деградация. Да? Что такое от сложного к простому? Объясняю. Сложное – это сложенное из простых. Всё. А как это называется? Вот так и называется. Сложное – это то, что из простых сложено. Если оно не сложное из простых, оно не сложное. Например, молекула создана из атомов. Если вы начинаете нагревать, вот вы начнёте воду нагревать, вы её нагреваете, она превращается из твёрдого состояния, изо льда, в жидкое состояние. Всё равно это вода. А вы ещё её нагреваете. Тогда она превращается в пар. И как пар, она начинает летать в воздухе. Ну и дальше вы нагреваете. Что будет? Плазма. Да. Перегретый пар. Разделяться будут уже молекулы. А это деградация. То есть уже у вас эти самые молекулы будут распадаться на атомы. И вот тогда вы берёте, это уже будет плазма у вас. И вот вы этой плазмой режете куски металла для того, чтобы делать корабли. Потому что если вы их будете пилой, этот металл пилить, то вы будете сто лет строить такие корабли, которые сейчас строятся. А плазменная резка состоит в том, что вот этот плазменный резак идёт, пламя, которое нагрето до такой температуры, что не могут удержаться молекулы. Они распадаются на отдельные атомы. Ну вот этими атомами. Хотя такие явления в природе бывают. Знаете, что такое озон? Вот сколько вот озон людям продают, они даже не интересуются. Раньше как-то интересовались, сейчас не интересуются. А что такое озон? Что такое озон? О-3. О-3. Видите? О-3. Да. То есть присоседился ещё один атом, но он легко выпускает этот атом, и получается, значит, на кислород разлагается, и отдельный атом, который ищет друга или подругу для того, чтобы образовать кислород. Поэтому он такую активность проявляет. Получается, что деградация – это тоже форма движения? Конечно. А почему? Ну как вот я умираю, это что, не форма движения? Вот вы-то не умираете, я-то умираю, я твёрдо знаю. А почему говорит столько о развитии? А потому что развитие включает, а не только, развитие включает в себя оба процесса. В развитии есть и новое. До конца. Сколько бы вы ни жили, сто лет или шестьдесят лет вы всё время будете развиваться. И в то же время, если даже вы не шестьдесят, а двадцать лет прожили, что-то у вас будут какие-то элементы деградации. Обязательно. А как вы думаете? То есть есть то, что, так сказать, отмирает. Ну, наверное, клетки, например, отмирают. Когда вы ходите в баню, что вы сделаете? Счищаете эти, так сказать, убираете эти клетки. Да? То есть мы можем поставить некий знак тождества между деградацией и развитиями. Ну, вот, например, не знаю, двадцать и съезд. Нет, между тождеством и развитием не может. Вы можете поставить знак один, а потом второй ещё знак неравенства поставьте. Потому что развитие и равенства с собой. Потому что вы развиваетесь. Значит, вы равны самому себе, вы развиваетесь. Но если вы только равны, то вы не развиваетесь. Значит, теперь неравенства поставьте знак. И это тоже мало. Надо вам ещё знак иметь более высокое. То есть более развитая включает себя менее развитая. А если у вас просто неравенство, ну, руку себе сломали. Это, конечно, вы не равны самому себе. Но это не развитие. А вы знаний наберётесь и будете больше знать, значит, вы не равны тому, кто был на первой лекции. Ты скажешь, что это была за первая лекция, я, так сказать, ничего. Вот как пришёл на неё, такой и остался. Если в результате моей лекции у вас в голове то, что было, то и осталось, и больше ничего там нет. Ну, это у вас плохая голова или у тебя плохая лекция? Я считаю, что у меня плохая лекция тогда. Потому что какой смысл в таких лекциях, которые к людям приходят, и ничего у них не прибавляется. И ничего не усложняется в голове. Поэтому вы схватились за это. Если вам простая категория становления, это самая простая. Не было и стало. Не было знаний, и не будет. А тут не было и стало. Вот это не было и стало. Это возникновение. А если было и не стало, как называется? Было и стало. Не стало. А? Прихождение. Вот легко стать этим самым философом-отшельником. Представьте себе, что вы сейчас пришли в лес, а я там сижу и отшельник. А те, кто приходят, я им рассказываю, они мне за это еду приносят. Вот вы приходите и рассказываете, какая у нас жизнь в России. Ну, рассказывайте. Вы рассказываете, рассказываете. И как тут плохо, это плохо, то плохо. Не будем сейчас на этом останавливаться. Много чего плохо. А я, как философ, вам отвечаю, это все приходящее. И я вас успокоил, и вы оставили дары свои и ушли. На следующий год вы же приходите и говорите, Михаил Васильевич, да так стало все здорово. Да все у нас цветет, и все развивается, и все поднимается. А я мудрость как философскую проявляю свою. Послушал я вас и говорю, это, дорогой товарищ, все приходящее. И действительно, вы приходите, а потом смотрите, опять пошло то же самое наперекосяк и так далее. То есть, даже если вы одну сторону будете движение брать, и тоже вы, так сказать, можете на этом хлеб заработать. А если вы можете соединить противоположности, вот это есть диалектика. Диалектика состоит в соединении противоположностей, не отбрасывании противоположностей. Что, так сказать, ну, раз это противоположно, я это не буду рассматривать. Ну, не будешь рассматривать, будешь на один глаз. между прочим объемные у нас изображения получается что у нас есть изображение с одной точки и с другой точки и оно соединяется и тогда мы имеем объемные изображения а если будет у вас одноглазие какое-нибудь ну такое же одноглазие оно проявляется в мировоззрении в науке, в практике и так далее так я и не понял я так понял что я вот все время буду мыться со своей диалектикой а вы так и останетесь грязным поскольку вы диалектики не знаете но когда вы закончите красный университет я думаю что вы спокойно будете мыться а другие которые не знают они останутся в этом смысле грязными так на этом я эту лекцию под названием диалектика философии проблемы истины в марксизме могу и закончить мне осталось только сформулировать последнее что такое истина поскольку тут все уже противоречиво тут уже не так просто сформулись что такое истина соответствие понятия объекта а? соответствие понятия объекта вот товарищ пришел вот и завоевал сразу так вы все знаете вы пришли специально посмотреть как мы знаем или нет вот познание истина истина а вот если нет соответствия нет истины вот истина вот истинный человек какой который соответствует понятию человека а если человек не развивается он соответствует понятию человека не развивается вот человек который ходит в красный университет он по крайней мере по этому критерию он развивается поэтому он понятию человека соответствует с этой стороны может с другой стороны он где-то там что-то не дорабатывает но по этой части он сразу сбрасывает это вот утверждение что он не соответствует понятию человека Человек должен развиваться. А если человек не развивается, он деградируется. Тут никакого третьего не найдёте. Или развить себя в Красном Университете, или напиться и хорошо отдохнуть. Третье, когда человек и развивается, и деградирует одновременно. Да, он одновременно и развивается, и деградирует хотя бы в том смысле, что он потихонечку умирает. А раз мы потихонечку умираем, так надо успеть за время, пока мы ещё не умерли, развиться и развить других людей. Потому что человек себя проявляет в своей деятельности. Вот, родил и воспитал детей, создал семью, создал какой-то продукт материальный или духовный. Или сделал такую-то услугу человечеству, как медики. И они спасли вот столько-то жизней, спасли от болезней. Вот человек, который спас, вот он проявил себя как человек, правильно? А тот человек, который как человек себя не проявил, он человек по названию, а не по понятию. Это мы различаем. Даже преступники говорят, вот у них там есть такое по понятию. Они употребляют это дело. Так что, хотя, тоже есть такой анекдот. Один вдвое сидят в тюрьме, один всё время так нервно ходит туда-сюда, а второй спокойно сидит, вроде бы как вот я тут сижу, и говорит первому, ну что ты всё ходишь? А что? Давай я тебе вот объясню диалектику. Тот говорит, это будет долго и непонятно. А я тебе объясню быстро и понятно. Вот ты ходишь, да? А на самом деле ты сидишь. А тут у нас прямо обратное с вами. Вот вы сидите, а на самом деле вы двигаетесь вперёд и вверх. В этом состоит обучение, правильно? Какие есть вопросы ещё? Я считаю, что их не то, что их нету, а то, что всё, как вы понимаете, имеет свои границы. И поэтому, значит, наш дружный коллектив решил, что надо сегодняшнее занятие закончить, потому что впереди длинная дорога. Вы знаете, что следующая лекция будет здесь же. Будет она во вторник. Во вторник, по вторникам она по одной простой причине, что вот это место, так сказать, мы обычно в среду занимали, но в среду оно у нас не будет, будет другое мероприятие. Поэтому ещё раз будет здесь занятие. А вот третье занятие будет в среду, уже через неделю, в 19 часов. И в соответствии с расписанием мы двигаемся, двигаемся и двигаемся. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Арбас. До свидания. Разрешите ваши аплодисменты отнести к диалектике. Получается, мы собираться будем так же у метро? А? Так же у метро будет. Нет, нет, не у метро, мы не будем собираться, товарищи. Вы прямо приходите сюда в следующий раз. А через раз вы приходите прямо в Васильевский остров, дом 42. Пятая линия, дом 42. Поднимаетесь на пятый этаж, 520-й. Это уже будет. Второй ещё будет тут, а третий ещё последующий и посредок. Всё остальное. Всё, дальше будет всё на Васильевском острове. Метро в Телестовске. 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 Продолжение следует...